Здарова! Это Ребуарно Манишн Тайм, вышел новый видос из рубрики Фэнтези против Реальности. Ролик называется «Почему нельзя воевать на медведе?» И вообще, я на самом деле видел, наверное, только два боевых медведя. Это в Золотом Компасе, ну как-то, не помню, как называется серия книг. В любом случае, фильм был Золотой Компас, Тёмные Времена ещё был сериал, а книги я не помню, как называется. Неважно! Ну и Боевой Медведь у Путина. Всё, больше нигде не видел. Короче, давайте ролик посмотрим. Уверен, он офигенный будет, как обычно. Погнали! В Фэнтези довольно часто можно встретить медведя в качестве человеческого питомца. А, ну это, может быть, как в качестве человеческого питомца, возможно, что-то, правда, не помню. Если честно, видимо, я мало Фэнтези читал, либо не то. В отличие от Дракона, это вполне реальное животное, которое живёт тысячелетиями. Нифига, ей нравится, когда я его укусил в медвежонок. Ими бок о бок с людьми. Однако, почему же в реальной жизни... Классная, кстати, ларка была, не знаю, что это за косплещица, но прям очень похоже. В жизни люди никогда не использовали медведей в качестве ездового или военного животного. Почему нашим предкам удалось одомашнить кошек, волков или лошадей, но медведи так и остались дикими. Потому что они огромные какие-то. Они вообще пытались это сделать? Эффективно в реальном бою можно было бы использовать медведя. На эти вопросы мы порассуждаем в нашей рубрике Фэнтези против реальности. И мы начинаем разбор. Благодаря. Интересненько. Конечно, менее интересно, чем драконы. Но, скорее всего, более реально. Ну, как бы, да, драконов вообще не существует. Чем понять, почему медведя не использовали на войне и не одомашнили в принципе, ответим на вопрос о том, какие плюсы от такого животного были бы в средневековой битве. Медведь — это один из самых больших сухопутных хищников нашей планеты. А его разновидность под... Такой... Йоу. Здарова! Названием белый медведь, так и вовсе самый большой надзимный хищник в данный момент времени. Нифига себе не знал. В качестве питомца, охраняющего скот от волков, даже самые маленькие медведи весом до 200 килограммов были бы очень эффективны. Однако, в природе существуют и более крупные виды, представители которых можно было бы использовать в качестве ездовых животных. Речь идет о кодьяках и белых медведях. Вот это он здоровый, чуть ли не грязный какой-то. Самые крупные представители этих видов достигают веса более одной тонны, хотя это уже, конечно, экстремально большие особи. Это толстички какие-то, видимо, много кушают. Много и вкусно. В среднем вес кодьяка или белого медведя достигает от 400 до 700 килограммов. Ну, все равно жирная тушка. А их рост в колке около полутора метров. Примерно такой же вес и у лошадей. А, полтора метра это когда он вот так вот стоит на четырех ногах, так понимаю, да? А если встанет, будет, наверное, выше. Лошадей, что уже позволяет... Около полутора метров. Примерно такой же вес и у лошадей, что уже позволяет медведю без проблем переносить на себе рыцаря в полном логе. Более того, медведя самого можно было бы заковать в стальную броню, что лишь увеличит его мощь. Тактическое преимущество медведя на поле боя сложно недооценить. Во многих фэнтезийных мирах... А вот интересно, у него мозгов хватит или не хватит? И, типа, надо его как-то обучать? И сложнее его обучать, чем лошадь или нет? Лошадь или не скупятся на содержание? Мне кажется, это все-таки более главное, чем его размеры и всякое такое. Ну-ка, размеры, конечно, тоже, потому что, как бы, размеры решают в битве. Создание воинских частей, состоящих из всадников, управляющих крупными хищниками. Не стало исключением и вселенная меча и магии Эра Хаоса. Не поверите, только что смотрел ролик Мудреныча. На основном канале вышел, наверное, уже, а может быть, выйдет скоро. Обязательно посмотрите. И он там тоже рекламировал эту игру. Нифига себе. Забавно. В один и тот же день. А до этого я про эту игру вообще ничего не слышал. Ну, а мы возвращаемся к разбору боевого медведя. В отличие от лошади, по своему телосложению, медведи более кряжистые и коренастые. Передние лапы они могут использовать для очень эффективной атаки. Сила удара медвежьей лапой легко может превышать отметку в полторы тонны. А скорость передвижения животного... Я помню, по-моему, у Валуева удар был в тонну, а у этого полторы. Или мне кажется. 50 километров в час. Чего? А скорость передвижения животного доходит до 60 километров в час. Представьте, что будет с телом человека, если 500 килограмм со скоростью автомобиля ударят по нему лапой. Даже позвоночник быка ломается, словно сухая ветка, а уж о человеке и говорить нечего. Несложно догадаться, что эффективен медведь был бы в первую очередь против лошадей, которых убивал бы одним ударом в голову. Скорее всего. Прибавьте к этому еще и 20-сантиметровые, не втягивающиеся когти и получите... 20 сантиметров? ...просто чудовищное оружие. Подожди, они не втягиваются, а как тогда он ходит, блин, постоянно на них? К тому же, такой крупный ящик, как медведь, будет оказывать на лошадей очень сильное психологическое воздействие. Согласен. Лошадь моментально впадет в панику, и управлять ей будет очень тяжело. Против пехоты, закованной в броню мишка, будет не менее эффективен. Ударом когтистой лапы животное пробьет человеческую грудную клетку на вылет. А даже если ему попадется рыцарь в доспехах, которые он пробить не сможет, то полторы тонны кинетической энергии... Да, его там и ребра переломают, и он отлетит нафиг. ...от удары никуда не исчезнут. Впрочем, использовать лапы против пехоты было бы не слишком эффективно. С гораздо большим результатом можно было бы... Можно... А пехота-то, которая пешеная, естественно. Можно просто сквозь них, блин, как нож через масло. ...доганить и топтать. Строй пехотинцев словно вепрь. Медведь не настолько пугливый, как лошадь, а его ноги очень крепкие и относительно короткие, поэтому такая тактика на 100% была бы эффективна. Согласен. Медведи разбивали бы вражеский строй и сильно понижали боевой дух солдат противника. Также на войне медведей можно было бы использовать как тягловых животных для передвижения обозов или небольших, но тяжелых осадных орудий, таких как баллисты. Кроме превосходных физических качеств... Он так много плюсов расписывает, и потом раз так... А все равно нихрена у вас получится. Медведь еще и одно из самых умных животных нашей... Ага, ну вот я об этом, типа, вначале спросил, ну и почему-то подозревал то, что медведь прям очень умен. Мне так кажется. Окей. Сланеты, его интеллект невероятно развит. В дикой природе медведи способны палкой обезвреживать капкан, а для пометки своей территории они встают на задние лапы и делают засечки на стволах деревьев как можно выше. Таким образом, показывая чужакам, что тут живет кто-то очень большой и опасный. Эти качества говорят о том, что медведь еще и хорошо обучаем. Именно поэтому эти животные... А, я и забыл то, что их в цирках-то все-таки используют. Тогда мой вопрос вообще вначале вообще отпадает сразу. ...выступают в цирке, катаясь на одноколесном велосипеде, а цыгане даже учат их танцевать. Более того, даже содержание медведей не стало бы очень большой сложностью для человека. Бурые медведи всеядные, и до 75% их рациона составляет растительная пища. Как они на растительной пище вырастают такими огромными, а? Офигеть. Это значит, что мясо, которое в средневековье стоило особенно дорого, не использовалось бы для прокорма хищника в таком количестве. Разве что белые медведи едят в основном мясо, но о том, почему именно их точно никто бы не одомашнил, мы скажем чуть позже. Бурый медведь, в свою очередь, конечно же, нуждался бы в мясе, но не в таких больших количествах, как можно было бы подумать. Для жизни в неволе медведю требуется 12-15 тысяч калорий в день. Учитывая, что лишь треть этих калорий животный белок, получаемый из мяса, в день медведю нужно от 2 до 3 килограммов мяса. Не шибко-то и много. Ну, типа курочки полторы. Даже, может, одна. Почему же, несмотря на все... Наверное, все-таки полторы. Эти выдающиеся достоинства медведей так полноценно никто и не одомашнил, не говоря об их использовании на войне. По моему мнению, с этим связано несколько причин. Небольшое отступление, обычно я таким не занимаюсь, но под этим видео я уж очень попрошу вас собрать 20 тысяч лайков. Хм, а чё это так-то? Ну, естественно, мы, конечно же, поставим лайкусик. Это, кстати, уже 10 тысяч лайков на 17 тысяч просмотров. Это вообще прям очень хороший результат. Мне б так хоть раз, а то у меня... Если будет 17 тысяч просмотров, у меня будет тысячи полторы от силы лайков. Формат довольно новый и нужна поддержка активностью. Собираем нужное количество и я выпускаю видео о боевых слонах. Ооо, это тоже интересно. Ну, я их, правда, видел, только в Силени колец и всё. Или динозаврах в качестве ездового животного. Динозавры... Нет, ну это... Сейчас динозавры уже как будто бы мифическое существо, потому что, ну, раньше, типа, они были, сейчас так-то их нет. Когда жили динозавры, динозавры, по-моему, людей даже и не было. По-моему, да и не было их, откуда они там будут. Договорились? Вы мне лайки, я вам контент. Давай, давай про слонянков. Всё честно. Итак, причина первая. Правда, конечно же, таких огромных слонов вообще, по-моему, не существует. По крайней мере, я таких не помню здорово. Медведи не социальные животные. Медведи не живут стаями, как львы или волки. Да, они без проблем сосуществуют друг с другом в местах кормления, куда сходятся целые толпы косолапых. Даже могут заводить дружеские отношения между собой. Ну, а самки-медведи выращивают своих детёнышей, несколько лет заботясь о них и защищая. Однако, постоянные социальные структуры медведи не создают. Им это не нужно, ведь стая — это механизм выживания. Она формируется в... А медведь так может нормально выживать, да? ...защиты от более крупных хищников или для поимки более крупной добычи коллективными усилиями. Блин, это на самом деле... Я даже не задумывался об этом сначала. Волки защищаются от тех же медведей. А львы толпой охотятся на жирафа, который весит в пять раз больше, чем самая крупная кошка саванны. Медведь — одиночка по своей сути, ибо он самый крупный хищник в своей пищевой цепочке. Ну, блин, ему скучно, наверное. Он и оленя сам завалит, и волкам по мордам тоже наскучит в одного. Именно поэтому медведь не будет воспринимать человека как вожака своей стаи. И во всем его слушаться, как это делает собака. Да, человек может наладить медведями... Так может быть, с самого детства, если он будет, человек правильно воспитывать медведя, то тогда и медведь будет подчиняться. Не знаю я на самом деле. ...стабильные дружеские отношения, но... Чё? Да, человек может наладить с медведем стабильные дружеские отношения, но вертикальной иерархии в голове у животного не будет. Да, просто, наверное, будет как? Человек и медведь восприниматься как одно целое, и они будут друг другу, ну, короче, на одном уровне по важности. А если медведь и станет воспринимать человека как доминирующую особь, то бишь, как в цирке, то он всегда будет готов к тому, чтобы попытаться отвоевать этот титул себе. Тогда человеку хана, что и случается с дрессировщиками. Выстраивать с хищником такую иерархическую структуру смертельно опасно для человеческой жизни. И самое главное... Ой, такой миска. Ненадежно. Одно дело, 15-минутное представление в специально оборудованном помещении. И совсем другое дело, война, где твое ездовое животное должно слушаться тебя на 100%. Что будет, если медведь в походе решит проверить свою доминацию... Фига себе, он его обнял. Верно. Такая зверушка... Страшно не трогай. Ой, ты чё, ты чё, ты чё? Жесть, ой. Природный уровень агрессии. У бурых медведей он очень высокий, а у белых медведей он запредельно высокий. Из-за их хищнической натуры. Причина вторая. Оказывается, значит, белый медведь гораздо агрессивнее. Войны нужны будут самцы медведей. Почему? А разве самки не будут агрессивнее? Самцы медведей намного крупнее самок. А, только из-за того, что крупнее, ладно. В полке бурый медведь достигает от 130 до 160 сантиметров. Средневековый человек ростом около 170 сантиметров в среднем вполне мог бы его оседлать. Однако, одновременно с этим, самцы намного агрессивнее самок. С одной стороны, это боевое преимущество, но с другой стороны, у самца может начаться гон, то есть желание размножаться. В этот период животное чудовищно агрессивно. Ездить на нем не получится. Ну, это понятно. По этой же причине, на войне средневековья люди использовали кобыл или меринов вместо половозрелых коней. А, что такое мерин? Я не помню. А ведь конь не откусит человеку башку одним движением челюстей. В отличие от медведя. Наконец, третья причина, почему люди не одомашнили медведей, подходящие по размерам медведи, никогда не жили бок о бок с людьми. Если кто и мог бы одомашнивать медведя в качестве ездового животного, так это скандинавы. Потому что они такие здоровые. Викинги, жившие на территориях Норвегии, Дании и Швеции. Однако, по-настоящему, крупные бурые медведи, кадьяки, живут очень далеко от Скандинавии. А белые медведи крайне агрессивные хищники, чтобы их одомашнивать. Да и живут они далеко на севере, где ничего нету. А викинги, как мы помним, ходили походами на юг чаще всего. Ну, а нафиг им идти к белым медведям? Их явно не получится ограбить. Итог, по моему мнению, использование медведя в военных целях людьми не сложилось из-за двух главных факторов. Природная непредрасположенность животного к постоянным социальным взаимодействиям. И не пересекающиеся места обитания человека с наиболее крупными видами медведей. Такие дела. Пишите, что вы... Интересный на самом деле ролик вообще мне очень понравился. И предлагайте темы для будущих выпусков в комментариях под видео. Также не забывайте ставить лайки. Вообще, на счет того, что медведь не социальный зверь, мне кажется, это вполне себе решаемое. Ну, типа, завести себе сначала медведей изначально. Их нужно как-то сначала дрессировать, чтобы они понимали, что, например, человек главнее или так далее. Или чтобы человек там с медведем был на одном уровне. А потом через какое-то поколение у них это в подкорке будет. И тогда уже более-менее медведей можно нормально использовать. Ну, это мое мнение. Я, типа, не уверен в этом. В любом случае, видос просто офигенный. Огромное спасибо Ammunition Time'у за контентик. Очень буду ждать ролик про слонов. Правда, насколько я понимаю, таких огромных слонов, как в Волшебнике колец, не было. Нету вообще в реальной жизни. Может, раньше когда-то? И то, очень сомневаюсь. В любом случае, буду ждать. Но если вам понравилась моя реакция, лайк, подписки, комментарии. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока.